Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Новости в студии Айнур Мирханова. Ставка на молодежь. 30% в составе маслехата всех уровней должны составлять молодые граждане страны. Такую задачу ставит региональный филиал партии Нур-Отан в предстоящем праймеризе. На сегодняшний день количество парней и девушек в маслехатах не превышает и 1%. Чтобы кардинально исправить ситуацию, фракция большинства проведет активную агитационную работу среди молодых людей. В настоящее время на участке во внутрипартийных выборах в Алматинской области зарегистрировано более 170 парней и девушек. В целом молодежное крыло партии ждут значительные изменения. В сентябре должен состояться онлайн-съезд ЖАС ОТАНГА. Предполагается, что участники мероприятия утвердят проект ЖАС ТАР ОТАНГА. В данной программе определены важнейшие направления работы с молодежью, говорят нур-отановцы. В рамках данной программы мы будем совместно с управлением образования, а также с нашими молодежными организациями создавать механизмы по улучшению качества образования. Мы планируем в рамках данной программы уменьшить безработицу среди молодежи таким образом, что будем обучать их бизнесу. Допустим, в прошлом году по программе ЖАС КАСПКЕР прошли обучение более 1400 молодежи. А также по программе бизнес-постов такая же цифра, это 1450 человек прошли обучение. Это, конечно, не очень много, но мы намерены повышать данную цифру и в дальнейшем. Межэтническая толерантность на законодательном уровне. Сегодня в Алматинской области прошла онлайн-конференция Ассамблеи народа Казахстана, посвященная Дню Конституции. В ней приняли участие представители всех структурных подразделений Института дружбы, члены секретариата, этнокультурных объединений, Советов матерей и общественного согласия, а также молодежь. Как было отмечено в рамках дистанционной встречи, именно основной закон, принятый 25 лет назад, закрепил основы государственной политики в сфере межэтнических отношений. Сегодня Конституция и законодательство РК гарантируют равные права и возможности всем жителям нашей страны, вне зависимости от этнической принадлежности. Согласно основному закону нашей страны, главной ценностью является человек и его достоинство. И подрастающие поколения должны это помнить, а также хранить и соблюдать главные принципы Конституции. С этой целью Ассамблеей народа Казахстана Алматинской области проводится неделя Конституции. В рамках недели Атазан Абталуга, то есть неделя Конституции, проводится челлендж среди этнокультурных объединений. Они передают друг другу эстафету о ценностях Конституции, о необходимости соблюдения конституционных прав человека. И также у нас в этой неделе проводятся онлайн-конференции, встречи, консультации с участием известных активных медиаторов области. Впервые за 57 лет Коксовская плотина проходит реконструкцию. Проект предусматривает укрепление гидротехнического сооружения, строительство новых домов и диспетчерского пункта для персонала. На эти цели из госбюджета выделено 515 миллионов тенге. Новая плотина будет более прочной и качественной. По завершению всех работ увеличится пропускная мощность. Учитывая, что вода из реки Коксу идет в три района области, гидротехническое сооружение охватывает около 17 тысяч гектаров. Хотя по факту должно обеспечивать водой более 20 тысяч. В настоящее время территория сооружения благоустраивается и готовится к предстоящему капитальному ремонту. Нас как бы пока сдерживает окончание сезона полива, потому что мы в данный момент не можем оставить крестьянское хозяйство без воды. По завершении сезона полива, когда можно будет воду отвезти от магистральных каналов право-бережного, лево-бережного, соответственно, уже непосредственно гидротехническая часть начнется. То есть само сооружение. Для уменьшения, как можно, минимизации потерь воды, мы в бетонные лотки выставляем канал. Канал вода идет не по земле, уже в смысле по бетону. Капитальный ремонт плотины реализуется по программе «Дорожная карта занятости». Всего на работу будет привлечено 100 человек. Больше половины из них трудоустроят через центры занятости. На данный момент на объекте работает более 40 человек. По программе «Дорожная карта занятости-2020» в нашем районе в этом году реализуется 26 проектов. Мы планируем создать около 657 рабочих мест. В данный момент мы более 300 человек по 26 объектам трудоустроили. Один из них – реконструкция Коксусской плотины. Объект начался в мае месяце и планируется окончание в конце года, в декабрь месяце. Важно сказать, проектом предусмотрен новый диспетчерский пункт – 4-4-комнатного дома для обслуживающего персонала, баня и детская площадка. Важен постоянный контроль, отмечают специалисты. Казахстан и Россия подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса. Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, стороны подписали соглашение взаимопонимания между Российским фондом прямых инвестиций и СК «Формация». Согласно этому документу, российская вакцина, которая на данный момент является единственной вакциной от COVID в мире, будет поставлена в Казахстан после того, как пройдет все стадии испытаний. В Алматы разоблачили фальшивомонетчиков. В ходе проверочных мероприятий установлено, что этим занималась группа лиц. В тракт при обыске квартиры, оборудованной под цех по изготовлению фальшивых денежных средств, были обнаружены и изятый ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской и цифровые файлы с рисунками купюр номиналом 10 тысяч тенге. Сбытчиков фальшивых денег уже осудили. По приговору суда обвиняемые признаны виновными по статье 231 части 2 Уголовного кодекса РК. Одному из организаторов подпольного цеха назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому 3 года и 6 месяцев. Более 100 килограммов наркотиков изятого у жителя Жамбулской области. Выявить правонарушение удалось в ходе проведения республиканского ОПМ «Карасурат-2020». Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбулской области совместно с военнослужащими Национальной гвардии задержан 30-летний мужчина. У него обнаружено около 62 килограммов высушенной марихуаны и более 40 килограммов стеблей конопли. Задержанный дал признательные показания и водворен ВВС Шуйского района. На данный момент придется досудебное расследование по статье 297, части 3 Уголовного кодекса РК. К этому часу у меня все, а мы с вами встретимся в эфире телеканала ЖИТСУ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин